Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 марта, на улице плюс, ой, минус 5. Тут 30 градусов у меня, очень тепло, хорошо. Сегодня нас ждет последняя холодная ночь, завтра буду высаживать томаты. А сейчас хочу поговорить о капусте, потому что в это время, в конце марта, уже заходит разговор о капусте. Начинают появляться вопросы, сообщения, когда сеять, как сеять. И вот, начнем с самого начала. Какой сорт капусты нужно сеять в первую очередь? Потому что, особенно для начинающих, это очень важно. Заходим в магазин садовый, такое изобилие сортов. Вот прям, даже у меня глаза разбегаются. Представьте, если человек хочет первый раз вырастить сам капусту от рассады до кочана. Конечно, он растеряется. Берут обычно по картинке иногда, иногда там по названию скороспелая или что. И вот набрав всю эту бачку, некоторые люди задумываются, ну с какого сорта начать сеять. И многие по аналогии с томатами, я же вот говорила, что томаты мы сеем сначала поздние, потом средние, потом скороспелые. Которые можно сеять еще и в апреле. И вот по аналогии с томатами, многие оставляют скороспелые сорта капусты на потом. Но тут этот принцип не работает с капустой. С капустой у нас все наоборот. Мы начинаем сеять со скороспелых сортов. Почему такая вот неразбериха, я сейчас объясню вам. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, все опытные огородники, все огородники со стажем прям в первую очередь сеют скороспелку. Потом уже все остальное. Тут все дело-то в том, для каких целей мы сеем капусту. Ведь скороспелая капуста, она для того и выведена, для того и предназначена, чтобы покушать летом. Это будет самая первая капуста, вот скороспелка и брокколи, которые мы будем употреблять. Это наши первые витамины. И хочется же съесть ее в июле, ну пусть даже в августе. А не в сентябре и в октябре, как вот эту, которая для хранения, которая для квашения. И поэтому мы сеять ее должны пораньше. Но опять же я скажу, что это не обязательно. Вы можете сеять чуть попозже, но тогда сам принцип, вот эта скороспелая капуста, саму вот это вот, для чего она создана, он потеряется. Потому что тогда она вызреет вместе со всеми, с теми позднеспелыми. Там уже потом и среднеспелые подойдут. И вот, если посчитать, например, если мы посеем скороспелку, вот например, сегодня, завтра, послезавтра. Ну, для простоты считаю, 1 апреля, у нее срок обычно 90-100 дней. Ну, 3-3,5 месяца считаем. Апрель, май, июнь, это только в июле. Вот, например, сорт июньская, у нее 90-110 дней. Она только в июле у нас созреет, только в июле. А если мы посеем, некоторые сеют, говорят, а мы сеем вообще в мае. Прямо на улицу посыпем и все. Но со скороспелкой это не проходит. Если мы посеем в мае, ну пусть 15 мая, отчитываем июнь, июль, август. Значит, она полноценный кочан даст только к сентябрю, через 3 месяца. Какой смысл нам в сентябре кушать скороспелые сорта, когда уже там и такие кочаны завяжутся. Вот принцип такой, что, если хотите получить ранний урожай, сейте рано. Сейчас конец марта, начало апреля. Если вам все равно, и вы можете ждать до сентября, ну можно посеять в конце апреля, в начале, в средине мая. Люди сеют по-разному. Я говорю, что в огороде нет таких законов, которые запретил бы нам. Следующий сорт капусты, который мы должны посеять тоже в первую очередь, это позднеспелый. Вот тут у нас такой парадокс, что самый скороспелый сорт и самый позднеспелый с длительным вегетационным периодом мы сеем почти одновременно. Зачем нас, нам рекомендуют это специалисты, зачем нас заставляют сеять так рано позднеспелую капусту? Казалось бы, ведь все равно, она же для квашения, для хранения, она может подержаться, например, там подольше, и нам все равно, когда она созреет. Но тут у каждого свой регион, я говорю про свой сибирский регион. Например, у нас в сибирском регионе в октябре уже бывают минусовые температуры, и в октябре бывает, что мы всю капусту снимаем. А если мы прочитаем на обороте пачки каких-то зимних сортов, ну пусть в юго, там у них срок созревания 150, например, у московской 160 дней, представьте, 5 месяцев капуста должна вот этот вот огромный качан свой наращивать, созревать 5 месяцев. Если мы посеем, как обычно, вот в мае, там на улице, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, она посеет только в ноябре. В ноябре у нас бывают уже по колен сугробы. Поэтому вот, например, для сибирского региона опасно, рискованно сеять позднеспелую капусту с опозданием. И еще один нюанс. Ну, это, конечно, для новеньких. Вот смотрите, нам сложно очень капусту определить ее созревание. Это ж не томат, она не превращается из зеленой в красную. И многие начинающие по наивности думают, что если качан такой огромный, если он такой тугой, то она уже спелая. И бывает, что срубают ее даже за месяц до созревания, потому что последний месяц она стоит без изменения. Она не разрастается, она не меняет цвет, ничего. Но в ней, внутри идут там процессы. Там все вот это, там тоже и сахара вот эти преобразуются. Там, короче, вещество, она настаивается. И если, вот смотрите, вы часто, наверное, читали на капустах написано, самый лучший сорт для квашения. Там, например, хранится до полугода. А вы потом удивляетесь, ну, говорите, что пишут неправда, полгода не хранится, и в квашении она не очень. Иногда вся проблема в том, что люди срезают, срубают капусту недозревшую, и у нее просто нет возможности показывать вам вот все свои достоинства. То, что она самая лучшая в квашении, то, что она долго хранится до полгода. Чтобы она хранилась до полгода, она должна созревать тот срок, который ей положен, 160 дней. Короче, она полгода созревает у нас, полгода потом хранится. Если она созревает у вас 4 месяца всего, она и хранится будет столько же. Ну, наверное, вот так, такая взаимосвязь. Все, короче, это все о посеве. В первую очередь можно посеять также брокколи, она очень холодоустойчивая. В последнюю очередь, чуть попозже, можно посеять цветную капусту, потому что она более нежная. Вот я по своему опыту знаю, вместе с брокколи она не выдерживает. Те понижения температуры, которые для брокколи отходящие нормальные, для цветной капусты нет, она замерзает. Про посев капусты буду говорить в следующем видео. И в описании вот к этому прям видео я размещу ссылки прошлогодние, потому что я еще не сеяла, только буду, сегодня только поеду за семенами. Я размещу ссылки на прошлогодние видео, как я сею в теплицу, в холодную, как я сею в лоток, вообще все-все-все о капусте. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok